Вот смысл мне имать голову, если из-под шапки ничего не видно. Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Продолжаем с вами разбирать новогодние песни и мелодии, и сегодня я научу тебя играть песню в виде fingerstyle Magic Moments Perimona. Эту песню вы по-любому услышали в какой-нибудь из рекламы, например, с кафе Magic Moments Вот сегодня мы ее будем как раз играть. Рандомный факт, пока я писала табы для этого разбора, у меня получилось 5 разных вариаций. Сегодня мы разберем один из этих вариантов, а остальные варианты я прикрепила по ссылке ниже. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Субтитры сделал DimaTorzok Разбор на укулеле Перед началом хочу сказать, что табы такого среднего уровня, и они вообще у нас идут как бы по табам, эта песенка, поэтому есть отдельный видос, как же их читать, что, зачем идет. Обязательно его сначала посмотрите, если вы никогда не играли по табам, и возвращайтесь сюда. Начнем мы с вами со вступления. Вступление коротенькое, два раза повторяется. Как оно будет выглядеть? Итак, давайте разберем. Тут есть как бы основные аккорды. Вы заметили, да, теперь я играю уже где-то не здесь, а уже сюда, перешла там, что-то играю. Потихонечку будем это учить. Первый аккорд у нас аккорд С, причем не такой, как мы привыкли, а от седьмого лада. Вот этот вот аккордик С. Играем его, причем я играю все большим пальчиком, можете тут не заморачиваться. Далее идет у нас ход на первой струне, повторяем его пятую, седьмой лад. Два раза. Далее восьмой лад. Десятый. И дальше у нас с вами идет АМ, но не простой, как мы и привыкли играть, а немножечко видоизмененный. Мы зажимаем с вами указательным пальчиком первую струну на третьем ладу. Далее средний пальчик зажимаем на третьей струне на четвертом ладу. И безымянный палец на второй струне на пятом ладу. При этом мы играем только три нижние струны. Четвертую не трогайте. Вот у нас есть с вами аккорд АМ. Посмотрите, кому как удобно. Вы можете играть такой АМ, кому все-таки очень сложно его сыграть, играйте простой АМ. И смотрите, как у меня написано. То есть что у нас получается? Играем С. Или. Ну, тут он будет звучать ниже. Все-таки вот этот АМ, он чуть-чуть повыше звучит. Далее сыграли мы этот АМ. Также продолжаем играть ход на первой струне. Два раза третий лад. Далее пятый лад. И седьмой. То есть... Соединим весь так. Далее у нас с вами идет привычный нам аккорд Фа. Тоже вот так мягенько сыграли. Далее опять идет ход. Открытая первая струна, два раза играем. Второй лад. Третий лад. Играем маленькое баре на седьмом ладу. Это такой аккорд якобы G. И играем на первой струне пятый лад. То есть... Можно сыграть все указательным. Можно наоборот сыграть каким-то там средним и указательным сыграть только пятый лад. Посмотрите, кому как удобно. А мы соединим этот такт полностью. То есть получается... Давайте соберем, что у нас получается. Как красиво, как переливисто. И эти два такта мы повторим два раза подряд. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев. Пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник укулеле по шагам специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Далее у нас с вами идет основная часть. В основной части мы будем играть таким неким переборчиком красивым. Он плюс-минус везде будет одинаковый, просто будут меняться здесь аккорды. У кого проблема с перебором, вы никогда его не играли или у вас он плохо получается, на канале есть отдельный видос. Обязательно посмотрите его и возвращайтесь сюда. Основная часть будет выглядеть следующим образом. Ой, страх людской, Даша что-то там сыграла, давайте по подруге смотреть. Первый аккорд, аккорд С, мы его все знаем. Причем мы с вами будем играть не в такой позиции, как будто играем песню, а с первого пальчика. Играем следующий переборчик. Первая, вторая, третья и вторая струна. То есть та-та-та-там. Далее этот аккорд С будем играть с десятого лада. Десятый лад, если что, третья точка, у кого есть такие ладовые маркеры. Тут также играем следующий же перебор, то есть первая, вторая, третья и вторая. Получается аккорд С здесь и на десятом ладу. Да, такой скачок, но он красивый. Причем старайтесь первую струну играть чуть ярче, чем основные вот эти вторые и третьи струны. Потому что то, что мы здесь играем, это такой некий фон, и он не должен нас перекрывать. Поэтому выделяем первую струну. Далее у нас с вами идет аккорд ЕМ, вот этот вот привычный нам. Зажимаем указательным пальчиком первую струну на втором ладу, далее вторая струна у нас идет на третьем ладу, и третья струна на четвертом. Вот этот аккорд ЕМ также играем в таком же виде, то есть первая, вторая, третья, вторая струна. Далее переезжаем на очень интересный аккорд, аккорд G. Никогда до этого не играли, вот сегодня мы с вами поиграем. Зажимаем мизинчиком первую струну на десятом ладу, далее зажимаем указательным и средним вторую и третью струну на седьмом ладу, чтобы вот такая карказябра получилась. И также играем ее таким же перебором, то есть первая, вторая, третья и вторая струна. Я вам вообще рекомендую на протяжении всей основной части, если у вас возникнут какие-то проблемы, да, вы долго переходите с аккорда на аккорд, берите этот кусочек и только его отрабатывайте, то есть дальше вообще ничего не играйте. Берем, например, вот у меня сложно здесь сыграть, и потом быстро перейти сюда, да, ой, я так долго думаю. Беру супер-терепашечий темп и отрабатываю, смотрю, как я там что веду. И вот так вот у вас проблема эта исчезнет. Давайте соберем эти два такта, что у нас с вами получилось. Следующий у нас с вами идет такт с аккорда ДМ, причем мы с вами будем играть не полностью этот аккорд ДМ, мы уберем четвертую струну, вообще ее трогать не будем, сыграем только, получается, указательный пальчик на второй струне, на первом ладу, и на третьей струне второй лад, вот эта штучка. И сыграем это тем же самым перебором, то есть один, два, три, два. Поэтому вы можете поставить такие пальчики вот этого аккорда ДМ, не до ДМ, я бы даже сказала, чем ставить вот так, то есть бац, чтобы все было удобно. Дальше будет очень интересный скачок. Мы с вами перепрыгиваем на десятый лад, причем с вами зажимаем первую и вторую струну. Я вам рекомендую зажать через вот эти две пальчики. Зажимаем эти десятые лады, играем один, два, далее безымянный пальчик убираем, ставим указательный палец на восьмом ладу. То есть у вас получается такой ход. Играем только первую и вторую струну, то есть первая и вторая струна, и опять первая и вторая струна. Честно, я не могу сказать, что это за аккорд, тут за связан. Пусть это будет безаккордная штучка. Еще получается ДМ. Давайте еще раз. Вот видите, да? Очень большой скачок. Поэтому внимательно смотрим, что играем, и в супер медленном темпе отрабатываем. И последний такт заключительный. У нас там с вами будет два аккорда. Первый аккорд, аккорд С. Теперь немножко уже в другой вариации. Смотрите, да, на протяжении всего произведения столько аккордов С, и все в разном исполнении. Капец, оказывается, такое бывает? Да, бывает. Мы с вами играем следующее. Представляем, что это аккорд у нас G. То есть помните, мы раньше играли такой аккорд G. Только с седьмого лада. Это у нас с вами аккорд С. Более подробно. Средним пальчиком зажимаем первую струну на седьмом ладу, далее указательным пальцем тоже зажимаем на седьмом ладу, но уже третью струну. И безымянным пальчиком зажимаем вторую струну на восьмом ладу. Вот у вас получается. То есть та-та-та-та. Сохраняем такой же перебор, то есть раз, два, три, два. Далее играем аккорд G, но не простой, а золотой, как в сказке Пушкина. Берем указательный пальчик, зажимаем его на первой струне на пятом ладу. Далее вот эти два пальца у нас, средние и безымянные, зажимают вторую и третью струну на седьмом ладу. И играем такой же перебор. То есть раз, два, три, два. Он везде почти у нас используется, так что... И вот тут вам прям я рекомендую обязательно отработать эти два аккорда. Аккорд С и аккорд G. У вас должно получиться что-то такое. Обратите внимание, я не дожидаюсь, пока я доиграю предыдущий аккорд. Я вот уже на второй струне убираю эту всю композицию, и уже намечаюсь на следующий аккорд. То есть посмотрите внимательно. Давайте соберем эти два такта полностью. Еще раз. Вообще запутайтесь, расстроитесь, скажете, о, это не мое, это ваше, просто будьте внимательны. Теперь соберем эти четыре такта вместе. И еще раз. И эти четыре такта мы также будем повторять два раза подряд. И далее у нас опять с вами повторяется то уступление, которое только что учили, также два раза подряд, и единственная концовочка изменится. Давайте я сейчас соберу полностью вот это вступление, и на концовке чуть-чуть поподробнее расскажу. То есть играем так же. И следующий аккорд мы сыграем не просто вот эту первую струну, а сыграем аккорд G, причем не в простом положении, мы это уже сегодня поняли. Играем мизинчиком первую струну на пятом ладу, далее средний палец зажимаем на второй струне на третьем ладу и третью струну на втором ладу. Вот такой вот интересный аккорд G. Такой высокой ноткой. Вообще красота. То есть сыграли. И закончили на простой аккорд C. То есть смотрите. Теперь давайте еще раз повторим вступление, но уже с полноценной концовкой. Ну а теперь давайте соберем все от начала до конца, что у нас все-таки получается. Субтитры сделал DimaTorzok Если тебе понравился разбор, то обязательно поставь ему лайк, напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию, или вообще музыкальную тему мне рассказать. Также напоминаю, что на канале есть целый плейлист с новогодними песнями и мелодиями. Обязательно переходи, чекай, учи и играй своим любимым родственникам на застолье. Ну а также хочу поблагодарить всех ребят, которые поддержат меня на бусте. Вот они. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.